В Центре отдыха «Ритм-10» состоялось закрытие студенческого слёта «Способная молодёжь» Дальневосточного федерального округа 2024. В пригороде Владивостока собрались более 200 талантливых студентов средних профессиональных учебных заведений со всего Дальнего Востока. В течение нескольких дней они обменивались опытом, участвовали в спортивных мероприятиях и мастер-классах. Здесь же состоялось открытие Молодёжного центра Русского географического общества. Цель этого центра – это увлечь познаниями своей истории, культуры, выйти тех народов, которые ранее населяли Дальний Восток, об исламной истории нашей Дальневосточной земли, а перед проходцами путешественников, которые своими трудами, записями, книгами прославили, дали познать всему миру о красотах Дальневосточной земли, о том, что здесь происходит, какие здесь были события. Молодёжный центр даст ребятам возможность участвовать в международных обменах и конференциях, образовательных программах, экскурсиях и экспедициях. Также юных исследователей ждут конкурсы, викторийные квесты. Приморское краевое отделение Русского географического общества готово поддержать членов центров в будущих исследованиях. Я думаю, что Молодёжный центр Российского географического общества даст возможность, он должен знакомиться с историей и рассказывать её своим коллегам, своим ребятам, с тем, чтобы приобретать свой край, с тем, чтобы, живя здесь, вы понимали, что это историческая земля, она не нужна, можно жить. Никаких таких Дальних Востоков, которые в голове у западных жителей склоняются, что, о, это где-то так. Ну, надо менять, скажем, понимание смысловое, что такое Дальний Восток. Ведь Япония же не называет это Дальний Восток, она называется страна восходящая солнце. Корея называется страна утренней свежести, да? Китай там поднебесная. А мы почему-то называли себя Дальним Востоком. И эта вот ментальность, она, скажем, немножко пугает некоторых ребят с центральной России, что здесь думают что-то. Ну, там же не думают эти народы, которые живут ещё восточнее нас. Поэтому и нам нужно менять мировоззрение, вот, то есть притягивать, рассказывать о нашем крае, о богатом Дальнем Востоке, о таких прекрасных местах, которые мы сейчас видим. Губернатор Приморья вручил благодарственные письма руководителям колледжа и центров среднего профессионального образования и молодёжных советов. Артём Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.